Владимир, согласись, складывается некая логичная цепочка относительно ИГИЛа, относительно то, что именно эта террористическая организация, данный теракт, собственно, совершила. Но предлагаю всю же эту тему обсудить с нашим уважаемым экспертом. Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, присоединяется к нашему эфиру. Сергей, здравствуйте. Сергей, рады приветствовать. Доброе утро. Приветствую вас. Сергей, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какова вероятность того, что ФСБ или другие спецслужбы Российской Федерации имеют непосредственное отношение к этому теракту? Ну, все-таки я склоняюсь к мысли о том, что это сделало исламское государство, ИДИЛ, а не ФСБ. ФСБ показало крайнюю непрофессиональность свою. Они были предупреждены американской стороной, американскими разведслужбами публично. Я думаю, что перед тем, как прозвучало публичное предупреждение, по закрытым каналам российская сторона получила дополнительную информацию. Мы помним, как Путин ответил на это предупреждение. Он назвал это вмешательством, еще чем-то. То есть он отбросил вероятность большого теракта, о котором его предупреждали. Тот Запад, который те американцы, которых он называет врагами. Но американская сторона исходила из того, что мирные граждане не виноваты, их надо защищать в любом случае. Исходя из этого кодекса, предупреждение было отправлено. Однако ФСБ не смогло понять, что происходит, не имеет каналовой информации и не имеет возможности реагировать вовремя. Но есть полуконспирологическая версия о том, что ГРУ или ФСБ знало, но допустило. Я не знаю, что хуже для России. Ну да, это такой открытый вопрос, но относительно этой полуконспиративной версии, которую вы озвучили, на самом деле есть некоторые признаки, которые на этого указывают. А вот относительно ИГИЛа, давайте подумаем, можно ли говорить о том, что Россия, на самом деле, скажем так, имеет дружественное отношение с Талибаном, в сути враги ИГИЛа. Ну и, собственно, это один из поводов для ИГИЛа совершения подобного теракта. Да, но Россия сталкивается с ИГИЛом не только в Афганистане. Да, в этом году большая делегация Талибана была в Москве, и они опять договаривались о многостороннем сотрудничестве, в частности, противодействии ИГИЛ. И если посмотреть на риторику этого подразделения, ИГИЛ Хоросан, Вилаятэ Хоросан. Ну, Хоросан – историческая область Центральной Азии, которая включает в себя Афганистан, часть стран Центральной Азии. То там риторика антироссийская нарастала. Но ИГИЛ сталкивается с Россией и в Сирии, и в Африке. Причем в Африке Россия, выбив оттуда французов или уничтожив местные силы сопротивления, столкнулась с ИГИЛом. Такой неожиданный результат успеха. И это напряжение по многим пунктам, по многим территориям, по многим странам, оно имеет место быть. И, учитывая, как оказалось, слабость ФСБ, это помогло Вилаяту Хоросан осуществить эту акцию. И еще один дополнительный аргумент, что это все-таки они. Мы помним, как сразу начали говорить об украинском следе, и Путин, и пропагандисты российские, и политические деятели. И как ИГИЛ начал публиковать подробные пресс-релизы, потом фотографии групповые, показывая свое участие. Они очень обиделись, что русские списывают теракт на украинцев, хотя это сделали мы, и потому мы должны получить все лавры. И, в конце концов, ИГИЛ показал видео с бодикамер этих террористов, которые расстреливали людей, для того, чтобы не оставалось сомнений, кто это сделал. Россия дружит с огромным количеством террористических группировок, среди которых, например, Хамас. Как так произошло, что они с ИГИЛ не смогли подружиться? Ну, я подозреваю, что в момент расцвета, особенно в сирийский период, у России в ИГИЛе, как они говорят на языке спецслужб, были позиции. То есть они не дружили, но какие-то контакты с отдельными подразделениями ИГИЛ, с отдельными деятелями, либо командирами у ГРУ были. Почему я так думаю? Мы хорошо помним «Сирийский экспресс», когда ФСБ фактически вытаскало по-украински, выдавливало с Дагестана и Северного Кавказа недовольных потенциальных участников сопротивления в Турцию с тем, чтобы они уезжали воевать в Сирию. Почему-то тем, кто собирался воевать в Сирии, очень просто было получить паспорта, очень просто было выехать, их сопровождали, им давали возможность, им фактически давали коридор. Часть из них оказалась в подразделениях, близким к Аркаиде, а часть оказалась в ИДИЛе. И в ИДИЛе даже было сформировано практически отдельное подразделение из выходцев там с Кавказа. Понятно, что ШАНИ был, но не только из Центральной Азии. Но количество граждан России в ИДИЛе в момент расцвета на этой организации террористической была довольно большим. И представить себе, что среди них не было людей, связанных с ГРУ или ФСБ, мне невозможно. Ну и, кстати говоря, существует... Ну, это не мнение, это факт, что Россия поддерживает режим президента Сирии Башара Асада. Ну и вот доводилось читать в западной прессе относительно того, что ИДИЛ считает, что Россия виновата в убийствах мусульман на территории Сирии. И на это, подчеркиваем по мнению террористической организации ИДИЛ, нужно реагировать убийствами граждан Российской Федерации. И как бы поддержка Асада идет в противовес интересам многих граждан самой Сирии и стран Ближнего Востока. И таким образом ИДИЛ преступным образом ищет повод как бы популяризировать себя. Вот такая вот цепочка. Она может иметь под собой реальное основание? Ну, то, что в какой-то момент там были столкновения и россияне бомбили ИДИЛа, это правда. То есть у них... Для чего я... Моя реконструкция состоит в том, что россияне использовали свое влияние, не контроль, а именно влияние в ИДИЛе для того, чтобы дискредитировать оппозицию. Оппозицию Асаду. Ну, часть ИДИЛа это прекрасно понимала. Они воспринимают российские войска и Россию как враги. И... Также нужно понимать, что ИДИЛ — это очень медийная организация. Для них каждый теракт — это способ привлечь инвестиции, привлечь ресурсы. То есть людей и деньги. И они очень... Ну, они реально были самой медийной и самой успешной в части пиара террористической организации за все время существования мира, я думаю. Потому что иметь такие действенные СМИ, как они имели, иметь такие действенные каналы информации, на них работали лучшие люди, которые до этого работали в лучших пиар-конторах Европы, приняли ислам и перешли на их сторону. И потому, да, я соглашаюсь с тем, что для них каждый теракт — это важное медийное событие, которое они конвертируют в ресурсы. На сегодняшний день исламское государство и группировка ИДИЛ, насколько она едина в своей позиции? Является ли это некой организованной группировкой? Либо же речь идет о различного рода формированиях, которые могут совершать теракты, а после этого заявлять о том, что они являются тем самым ИГИЛом, значит, приписывать себе различного рода террористические достижения? Ну, отличие именно ИДИЛа в том, что это жестко централизованная структура. Там не было фракций, не было самостоятельности вот этих вот велоятов, то есть территориальных подразделений. Возможно, сейчас, после серии убийств высшего командования, появляются какие-то люфты и возможность тому же велояту Харасан действовать самостоятельно, либо имеют какую-то там степень внучкости, самостоятельность. Но изначально структура построена жестко централизованно, а там ничего нельзя сделать без одобрения командования высшего ИДИЛа. Потому давайте исходить из старой формулы, что там нет никакой самодеятельности. Ну, а относительно вот данного теракта, который мы видели в Крокус-Сити-Холле, учитывая то, как разворачивается напряженно, будем говорить мягко, событие во всем мире, не повлечет ли данный теракт, не станет ли он некой реперной точкой для появления и реализации новых ужасающих терактов? Не станет ли это неким спусковым крючком, по вашему мнению? Ну, и дело находится в кризисе, и для того, чтобы выйти из кризиса, они делают теракты. То есть тут закономерность такая, чем больше мы убьем людей, тем больше наши шансы возобновить свою полномасштабную деятельность. Сейчас во Франции объявлена высшая степень террористической угрозы, и, думаю, во многих других местах также будем иметь усиление контртеррористического режима и контртеррористических мероприятий. Поэтому да, опасность есть. Сергей, по сути, то, что мы увидели после теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле, это не расследование этого теракта, не расследование преступления, это поиски украинского следа, то есть предвзятые отношения изначально. Скажите, пожалуйста, скорее на что это указывает? На невозможность тех самых российских спецслужб предотвратить и расследовать как следует подобный теракт? Либо все-таки на желание использовать любую возможность для того, чтобы усилить российский террор против Украины? Ну, если бы они могли усилить, они бы усилили. Надо понимать, что они делают максимум возможного, то есть нет никаких дополнительных ресурсов у России дальше усиливать. Да, но именно об этих ресурсах может идти речь, поскольку сейчас в поисках украинского следа, значит, вновь во всех бедах в России виноваты украинцы, значит, нужно сплотиться, объединиться, значит, не такая уже большая проблема, и если объявить, например, всеобщую мобилизацию, вы же знаете, это все ради святой цели. Да, ну, мне сложно сказать за российское общество, потому что это как раз та часть, которая относится уже непосредственно к ближневосточной тематике, а к состоянию российских граждан и их умов. Мне кажется, что это не поможет мобилизации, это не поможет консолидации, это создает фрустрацию и страх в России. Безусловно, ФСБ не способна эффективно защищать российских граждан от тех угроз, для которых оно создавалось. Это прямая их обязанность защищать от террора. Они, все их ресурсы брошены на Украину и на людей, которые высказывают малейшее сомнение в официальной позиции, официальной линии. Они там выискивают по социальным сетям, по всем другим возможностям, не лояльных. Запугивают и хватают их. Конечно, в такой ситуации поймать террориста представляется невозможным. Но насколько это поможет, мне кажется, что фрустрация, которая есть, страх в российском обществе, он присутствует. Во всяком случае, те мои контакты с Крымом показывают, что от этого теракта никто дальше воевать в Россию, в Украину, ехать не хочет. Да, и, кстати говоря, вот напоследок озвучим то, что глава Чечни, тот самый Рамзан Кадыров, выразил обеспокоенность, такой типично российский стиль, из-за реакции российских ультранационалистов на нападение в Крокус-Сити-Холле. Глава Чечни считает, что масштаб атаки гораздо больше и глубже, чем сама атака, поскольку враги России пытаются подорвать Россию, пропагандируя национализм. У нас состоится минута эфирного времени. Что можете сказать про это заявление чеченского лидера? Рамзан Кадыров позиционирует себя как защитник всех мусульман в России. Реакция довольно значительной части российского общества и, в частности, националистического сегмента была антимусульманской. И Кадыров хочет дополнительно утвердить себя в роли такого защитника, что я не дам в обиду мусульманам. Сергей, спасибо вам громадное за вашу экспертную анализ. Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов присоединялся к прямому эфиру телеканала Freedom. Большое спасибо. Продолжение следует...